Температуру в красноярских автобусах сегодня проверили депутаты законодательного собрания специалисты мэрии. Поводом для такой инспекции стали многочисленные претензии пассажиров 2-го, 43-го и 79-го маршрутов. Контролеры проехались в этих автобусах и лично посмотрели, работают ли там печки и другое тепловое оборудование. В итоге проверку не прошла лишь двойка. Жалобы на несоблюдение температурного режима в автобусах этого маршрута подтвердились. Депутаты убедились, в салоне действительно холодно из-за слабо работающей печки и щелей возле дверей. Перевозчик должен исправить нарушения. У нас существуют на сегодняшний день договорные отношения, к которым предусматривается выполнение определенных требований к перевозчику. В том случае, если это будет систематически, и мы не будем видеть реакции перевозчика, мы расторгнем с перевозчиком взаимоотношения. В частности, тот перевозчик, который мы получили сегодня замечание, это по второму маршруту, в конце прошлого года с ним был расторгнут договор на обслуживание 60-го маршрута. То есть он обслуживал у нас два маршрута, двойка 60-й, сейчас у него остался только второй маршрут. Депутаты намерены дальше следить за соблюдением температурного режима в общественном транспорте. Пассажиров просят помочь в этом деле и сообщать о нарушениях по телефону горячей линии. Есть горячая линия, значит, горячая линия, есть, безусловно, в департаменте транспорта, это можно на сайте посмотреть и позвонить, и высказать те или иные обращения, либо жалобы, если они будут, да, и будут приняты соответствующие своевременные меры. Вот сейчас, как по второму маршруту, уже меры принимаются. И есть еще 2.05. Понятно, что это в большей степени касается жилищно-коммунальных услуг, но это не значит, что нельзя туда звонить.